Как максимально эффективно использовать помещение с высокими потолками? Можно сделать антресольный этаж и установить на нее красивую консольную лестницу. Таким образом вы можете увеличить помещение от 15 до 40% площади. А прямо сегодня мы покажем, как за одну ночь мы сделаем антресольный этаж, уже подготовленный на производстве, и соберем прямо с консольной лестницей. Заранее мы подготовили полностью всю конструкцию. Вот эта вот ферма полностью будет скомплектована и установлена у нас вместе с ступенями. Два фрагмента, которые мы будем, согласно вот этому вот проекту, собирать прямо здесь. Вся вот эта вот огромная конструкция будет закреплена с помощью опор и химманкеров в эти стены. Соответственно мы поднимаем на высоту 2,40, после чего установим консольную лестницу, закрепим ее также в эту стену, и все это будем зашивать, согласно проекту, деревянными элементами и паркетом. Ребята сейчас делают контрольные замеры для того, чтобы вся ферма ровно встала, чтобы минимум было сварочных работ, потому что со сварочными работами здесь работать особо нельзя. При проектировке обязательно делаются контрольные замеры, учитываются все вот эти вот обстоятельства, где стена развернута или клин. Поэтому в данном случае это все было продумано. Сейчас контрольно все это делают, замеряют, и ребята уже будут приступать к сверлению стены и креплению всей этой системы. Для того, чтобы облегчить подъем тяжелых металлоконструкций, закрепим лебедку, и будем с помощью лебедки поднимать все эти конструкции, чтобы было более безопасно крепить всю эту ферму. Я сегодня ушел в 8 часов 30 минуты из дому. Сейчас 23 часа уже 32 минуты, я до сих пор на работе. Погнали, короче, бросаем всю эту работу, погнали в ночной клуб, короче. Где бы я сейчас хотел оказаться? Дома, на кухне, похавать, покушать вкусный ужин супруге, и пойти лечь в теплую постельку к Ларисе Ивановне. Очень немаловажный момент выставить всю конструкцию по лазерному уровню, потому что это плоскость второго этажа. Сейчас сделали ноль, закрепили один угол, закрепим сейчас лазерный уровень, выставим по уровню плоскость полностью, чтобы нигде не было крена. Почему? Потому что потом весь этаж, установка мебели, укладка-паркетка, паркета и сама лестница должна все быть четко по уровню. Все эти моменты нужно всегда соблюдать. При сварке, при сварке очень часто, что металл немного деформируется, да. В любом случае нужно все это учитывать. Инженер, технолог, который проектирует всю эту конструкцию, он тоже это учитывает. И при монтаже обязательно все углы, чтобы были по лазерному уровню. Всего-навсего 00 часов 29 минут. Час времени мы монтируем уже вторую ферму. Сейчас ребята насаживают ее на болтовое соединение, сделают временную опору и будем собирать уже третий элемент. Всего у нас четыре элемента. После этого будет уже монтироваться сама консольная лестница прямо к вот этой стене. Бывают непредвиденные ситуации. Сейчас нужно конструкцию развернуть на 180 градусов. Не совпадают отверстия, они той стороной поставили. Поэтому сейчас оперативненько развернем и зафиксируем ее заново. Обратите внимание на крепление тетивы. То есть металлическую тетиву мы закрепили с помощью 12-миллиметровой шпильки с гайкой и с помощью химанкера закрепили его к основанию. А основание у нас здесь, пеноблок. Поэтому и прибегнули к тому, чтобы сделать более надежное крепление. Еще один немаловажный момент. Если мы присмотримся, на каждом месте ступени сделаны с помощью ЧПУ станка метки. Для того, чтобы не делать разметку вручную, у нас уже есть полностью разметка и ускорить монтаж на объекте. Сейчас мы сюда будем устанавливать ступень под уровень и делать сварной шов. Очень часто приезжаю на объект. Какой-то прораб, да, там супер типа опытный, блядь. Я же его не знаю, я знакомлюсь там. Встаю, разговариваю, разговариваю. И он мне начинает рассказывать, слушайте, блядь, мне вот говорили, я вот видел, как укладывается паркет, что вот это нужно сделать, это не нужно сделать. Я сразу обозначаю себя, говорю, блядь. Я этим занимаюсь там 20 лет. Плюс, если вы хотите спросить, как это сделать, я вам даю это. Но не надо меня учить. Некоторые моменты я вообще хочу рассказать, когда мы чего-то хотим, кто-то хочет чего-то научиться, да. Ты приедь, посмотри, как это сложно делается, почему это столько стоит, почему это так долго делается, и почему мы рекомендуем делать это так. 4 часа 35 минут, мы не останавливаемся. У нас еще батарейки все не сели. Приступили к установке уже самих ступеней. Сейчас мастер каждую ступень устанавливает по уровню. И потом уже в конце пройдемся, зачистим все швы и пройдемся, покажем, как все у нас получилось. Еще раз расскажу вообще о проекте этой лестницы. Она будет полностью консольная. Мы сейчас показываем, как выполняются работы по изготовлению и монтажу консольной лестницы. Это объемные ступени, короба из дуба, монтированную стену, тетива. Это консольные ступени с тросами или трубками, тоненькими трубками, которые будут парящим эффектом держать эту лестницу. Красивый подиум с теневым профилем и подсветкой. И индуктивная, умная подсветка всех ступеней. То есть она будет, поднимаешься и она будет загораться, как пианино. Просто красота. Прям хочу ее увидеть. В 5 часов утра 40 минут полностью собран антресольный этаж, консольная лестница. Сейчас мастер грунтует полностью все сварочные швы, чтобы не было никакой коррозии. Хочу сказать, что у нас были очень краткие сроки. Мы собрали всего-навсего это за ночь. В торговых центрах не разрешают работать днем, поэтому у нас было всего-навсего одна ночь. И за ночь команда специалистов собрала вот эту вот всю металлоконструкцию. Друзья, ну что, реализация нашей дизайн-студии в Кашистском дворе продолжается. И это превращается в сериал. И в следующей серии вы увидите, как мы сделали уникальную скалу в спальной зоне второго этажа. Поэтому не забываем подписываться на канал. Все, что будет за кадром, мы обязательно покажем. И вы пишите комментарии, что бы вам было еще интересного видеть в реализации нашей дизайн-студии.